В моем незнании так много веры. Задумайтесь об этом, дорогие мои. Мир, в котором мы живем, мир, который окружает нас, мир, который в нас. Мы не знаем ни его устройства, ни эволюции. Мы не можем объяснить бесконечность. Мы не можем представить себе начало. И как только мы пытаемся войти туда все глубже и глубже, нас ждет безумие, потому что все это высшего нашего понимания, наших представлений. Я хотел, чтобы вы почувствовали, что я призываю вас войти в состояние детства, в состояние, когда перед тобой раскрыт и продолжает раскрываться мир, в состояние, когда тебе кажется, что в мире добро. Мы помним это состояние, что впереди у тебя огромное, удивительная и бесконечная жизнь, когда все распахнуто перед тобой. И ты не спрашиваешь. Ты просто идешь. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь изначально в каждом из нас, и она пронизывает весь наш мир и организм. Это она – источник жизни. Это она – источник и радости, и вдохновения. Это она – источник нашего желания. Это она пробуждает и гормоны наши, и все другие системы. Это она, проходящая через ангела мужчины, заставляет его поднимать на своих руках женщину. И эта любовь, проходящая через ангела женщины, заставляет ее любить мужчину. Истину не объяснить словами, ее не осознать и не понять той человеческой логикой, о которой мы говорим и которой мы привыкли. И объясняется это тем, что мы констатируем ту информацию, те явления, которые видны сегодня, и они правдивы для нас, но во многом они ложны. И это есть заблуждение для нас. Пройдет определенное время, и математики скажут, как же люди заблуждались, когда говорили, что дважды два четыре. Для того, чтобы пройти свой путь, и для того, чтобы выйти в эти великие и удивительные просторы жизни, здоровья, в просторы своего пути и просторы Вселенной, мы должны подниматься. И в том числе, и над этой проблемой, совсем небольшой, которая сегодня дала мне повод в этой проповеди сказать о начале своего пути. И может быть, в какой-то степени даже хорошо, что эта проблема возникла, ибо в другой ситуации навряд ли бы вы это услышали. За каждым словом доктора стоит огромная сила. За каждой паузой, запятой, точкой стоят удивительные, бесконечные программы восстановления человеческого организма и мира человека. Почему бесконечные? Они же должны быть конкретными, доктор, скажешь ты. А потому, что это программы, как материализация информационных полей, как видимая часть этих полей. Они идут оттуда, из миров Божественной Вселенной, входя в каждого из нас. Тот человек, который решился встать на путь, не свернет с него никогда. Тот человек, который увидел свет и у которого раскрылись и распахнулись крылья, и который когда-нибудь или впервые в своей жизни ощущал уже это удивительное чувство полета, он уже никогда не сможет упасть. Такой человек не сможет быть придавленным, потому что он почувствовал опору.